Здравствуйте друзья. Этот обзор будет посвящен вечно актуальной теме, как с минимальными усилиями заменить стандартный выключатель освещения на управляемый. Мы с вами рассмотрим как раз такой вариант. Он устанавливается в стандартный, круглый подрозетник без переделок и не требует наличия нулевой линии, которой обычно и нет в таких местах. Также рассмотрим совместимый с ним радиоповторитель, заменяющий проходной выключатель. Модель TS0002. Интерфейсы ZigBee и RF433. Тип устройства. Выключатель без нулевой линии. Максимальная мощность до 500 Вт на линию, для LED до 300 Вт. Размер лицевой панели 86 на 86 мм. Толщина панели 9 мм. Глубина для подрозетника 26 мм. Размеры панели радиоповторителя 86 на 86 на 13 мм. Питание 2 батарейки CR2032. Поставляются устройства в коробках без указания производителя, просто лаконичные надписи, умный сенсорный выключатель освещения и сенсорный радиопульт. По количеству опций на торцах коробках можно понять насколько велика модельная линейка и по интерфейсам и по цветам панелей. Перейдем к содержимому. Все аккуратно упаковано, проводная версия была даже запаяна в кулек. Доехало все в целости и сохранности. Комплект поставки для проводной версии включает в себя балластный конденсатор и комплект крепежа. Параметры конденсатора. Его использование убирает мерцание на некоторых светильниках и обеспечивает питание устройства при физически отсутствующем светильнике, подробнее дальше. Инструкция на английском. Небольшая, но в ней есть вся необходимая информация, схема подключения, сопряжение с шлюзами радиоповторителем. А в комплекте с радиоповторителем, пара кусочков двустороннего 3М скотча и еще более лаконичная инструкция. Это сенсорная версия выключателя. Поверхность сделана из материала очень напоминающего стекло, может это оно и есть. На фронтальной части, в зависимости от модели, находится от одного до трех круглых сенсоров, чувствительных к прикосновению. Задняя часть конструктивно предназначена для использования в круглом подрозетнике. Тут указаны параметры по рабочему напряжению и максимальной мощности. В стандартный подрозетник помещается отлично, никаких доработок не требуется. При замене обычного выключателя, старый достается, а этот ставится на его место. Корпус для всех моделей выключателя один и тот же, с максимальным количеством разъемов на три линии. Просто в младших версиях подключены не все контактные площадки. Сами контакты винтовые держат надежно, никаких опасений не вызывают. Провода подключаются сзади, головки винтов сверху. Для установки в подрозетник необходимо при помощи например отвертки снять верхнюю панель, для этого внизу нужно отжать две защелки. Платы как видим тоже универсальные, на три контактные площадки под кнопки. Тут видно, что отверстия на выключателе, при у такой установке право и лево, точно совпадают с креплениями на круглом подрозетнике. С лицевой стороны радиоповторитель ничем не отличается от выключателя, к слову он подходит не только к нему, но и к другим устройствам экосистемы Tuya с радиоинтерфейсом RF433. Кроме двустороннего скотча, это устройство можно крепить поверх подрозетника, но обратите внимание на расстояние между отверстиями, они рассчитаны на квадратный, 86 на 86 миллиметров вариант. Сенсорная панель снимается аналогично проводной версии, отжав пару защелок внизу. Даже при установке на скотч, панель все равно придется снимать. Хотя бы потому что в комплекте поставки нет батареек, слоты пустые, их нужно купить и установить самостоятельно. В моем случае это были две таблетки стандартного форм-фактора CR2032, но существует еще версия для батарейки 27А12В. В этом обзоре решил показать подробнее процесс подключения. Итак, у нас есть светильник он слева, и стационарная линия питания, тут ее демонстрирует вилка с двумя проводами справа. Фазовый провод линии питания подключается в разъем L, обычно только он и присутствует в подрозетнике выключателя освещения 0 нет. 0 подводится прямо к светильнику, это я повторил и на стенде. Соединяю при помощи коннекторов вага. Теперь соединяем выход выключателя L1 с вторым контактом светильника. Важно использовать именно L1, так как именно он связан с питающей схемой самого выключателя. Наличие нагрузок на других выходах не обязательно. Еще раз вся схема целиком. 0 идет напрямую к светильнику, тут это черный провод. Фаза от сети идет на контакт L выключателя и выходит из L1. Это необходимое условие для того, чтобы выключатель смог получать питание. Остальные контакты по необходимости. Теперь выключатель может работать как обычный, включая и выключая подключенный светильник. Сенсор достаточно чувствительный, реагирует на палец адекватно и быстро. Если канал выключен, круг сенсора подсвечен синим, если включен красным, в темноте видно отчетливо. Без конденсатора, некоторые светильники могут мерцать в выключенном состоянии. Не все подряд, некоторые не мерцают, но тем не менее проблема есть. Поэтому нужно подключить комплектный конденсатор. Это два вага с нулем и фазой, подключенными к светильнику. Фаза уже после выключателя. То есть подключение можно делать прямо на самом светильнике. Между фазой и нулем подключаем конденсатор, параллельно светильнику, как бы замыкая им оба провода. Никакого мерцания больше нет. На кнопках это режим сопряжения с шлюзом. Кстати с конденсатором нет необходимости в наличии светильника, выключатель работает и без него. После восстановления питания, линии остаются выключенными. Радиоповторитель надо подключать до сопряжения с шлюзом. Для этого зажимаем нужную клавишу до звукового сигнала. После этого нажимаем на клавишу повторителя, которая будет ее дублировать. Можно подключить несколько повторителей. Для сброса нужно держать дольше, до двойного писка. Повторитель работает напрямую, без связки с умным домом, в этом его плюс. Заявлена поддержка устройства в системах Evalink и Tuya Smart Smart Life. В рамках обзора рассмотрю именно Tuya, как более распространенную. Но все то же самое касается и Evalink. Для работы устройства нужен ZigBee шлюз, у меня это Moes. Нажимаем добавить устройство и убеждаемся, что кнопки на выключателе мерцают, если нет, удерживаем любую из них до звукового сигнала. Поэтому я и сказал что радиоповторитель нужно подключать до сопряжения с шлюзом, так как при этом устройство сбрасывается. Шлюз находит новый выключатель, предлагает задать имя и локацию и добавляет в перечень подключенных устройств. Выключатель появляется и в общем списке устройств системы. Управления прямо из этого окна нет, нужно провалиться в плагин, где по количеству линий имеются виртуальные клавиши управления. Внизу есть опция включить и выключить все, планировщик и обратный отсчет. Планировщик позволяет задать расписание включения и выключения каждого канала устройства, как однократно, так и периодически в зависимости от времени и дней недели. Обратный отсчет также задается для каждого канала по отдельности, переключая его по истечению заданного времени. Диапазон от 1 минуты до 12 часов. В автоматизациях устройство может работать и как триггер и как действие. В качестве триггера, то есть событие инициирующего выполнение автоматизации. Тут можно использовать переключение состояния клавиш. Предположим, что на первой линии, где конденсатор используется светильник, а вторая линия не управляет ничем. Переключение ее статуса, включение и выключение, можно использовать как тригер, по выполнению которого можно воздействовать на другое умное устройство. Например, включать управляемый светильник. При этом он не связан электрически с выключателем. Режима развязки клавиш от реле как у Акара тут нет, поэтому при нажатии будет щелчок. Аналогично при переходе линии в состояние выключено, выключать светильник. Если совсем заморочиться, можно настроить обратную связь, автоматизации которые будут изменять состояние выключателя в зависимости от состояния светильника, например если он может включаться другим способом. Для этого действием автоматизации уже будет выключатель. Тут можно включать, выключать и переключать состояние каждой из линий, а также устанавливать длительность обратного отсчета, например если надо через некоторое время после включения, выключить. Для интеграции в альтернативные системы управления, например Home Assistant, можно использовать ZigBit UMQTT. Поддержка штатная, внешних конвертеров не надо. В этом устройстве есть одна необычная, как для выключателя без нулевой линии деталь. Оно является роутером для ZigBit сети. Думаю что эту функцию включили в прошивку именно потому, что в комплект поставки входит конденсатор, он и обеспечивает постоянное питание, вне зависимости от наличия нагрузки. В остальном тут все стандартно, управление каждой линией по отдельности и показания уровня качества сигнала. Энергомониторинга и других опций как и в штатном приложении тут нет. Эти же опции в виде двух сущностей домена Switch и одной принадлежащей домену Sensor, пробрасываются в Home Assistant. По аналогии как показано в Tuya Smart, тут тоже можно использовать изменение состояния неиспользуемой линии, как триггер для автоматизации. При использовании SLS шлюза поддержка так сказать из коробки, будет в версиях начиная с 28 июня 2021 года. Но даже если сейчас у вас стоит более раннее, проблем не будет, все подключается стандартно через меню Zigbee Join. Если прошивка до 28 июня, то устройство подключится без картинки и с нулевым конвертером, будет показываться как неподдерживаемое. Опускаемся в самый низ страницы информации и нажимаем кнопки установки конвертера вручную. Тут выбираем седьмой конвертер. Он от подобного двухклавишного выключателя, правда с нулевой линии, но для работы это не важно. После этого появится картинка, правда не родная, но тут же главное чтобы все работало. А работать все будет, обе линии появляются и корректно работают на странице состояния устройства. На более поздних прошивках устройство будет определяться корректно сразу и с родной картинкой. Правильный номер конвертера для него 34, он добавлен как раз 28 июня 2021 года. Страница состояния та же самая, что я показал для седьмого конвертера, тут разницы нет. Как я и говорил, этот выключатель выполняет роль роутера, причем не номинально, а фактически. Примерно в течении суток, он забрал на себя одно из конечных устройств, хотя находится немного дальше от SLS шлюза чем этот пульт. В Home Assistant пробрасывается аналогично ZigBit у MQTT, только данные о последнем отклике от устройства тут выведены в виде отдельного сенсора. Рассмотренное устройство является неплохим вариантом замены механического выключателя, тем более что не требует никаких доработок, простая замена. Также он сможет заменить проходные выключатели. Для этого нужно будет соединить провода во всех подрозетниках кроме одного постоянно, тогда оставшийся будет работать по стандартному принципу разрыва фазы. А на освободившиеся места, можно поверху поставить радио повторители. Из минусов. Внешний размер 86 на 86 миллиметров, что будет проблемой если несколько стандартных выключателей установлены в один ряд. На этом все, надеюсь что обзор был вам полезен и интересен. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новое видео. Поддержать мой канал можно на сервисы Patreon, ссылка в описании. Там же вы найдете ссылку и на мой телеграмм канал, где я публикую много интересного по тематике умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч.